Ремонт улицы Могутовская требовался давно. Дорогой пользуются как местные жители, так и дачники товарищества Козина. В этом году по губернаторской программе «Подъездные дороги Косанте» должен появиться проект реконструкции улицы. На выходе получится асфальтированная дорога с тротуаром и водоотводом. Появились денежные средства благодаря губернатору, благодаря помощи Андрея Алексеевича, нашего главы городского округа, что помогли, дали нам финансирование на проектирование и на ремонт дорог к СНТ и помимо СНТ также в деревнях. Благодаря этому у нас есть возможность это сделать. Мы можем запроектировать и сделать комфортный быт для жителей нашего города. Такой перспективе, казалось бы, можно порадоваться, но жители Могутовской против. По их словам, улица уже не будет прежней. Автомобилисты нет-нет, да нарушат скоростной режим. Как поступить в такой ситуации на собрании решали жители Козина, Могутовской и представители администрации округа. Просто у нас улица Могутовская не предрасположена для проезда такого огромного количества, такого сквозного трафика. Поэтому мы, скажем так, против были асфальтирования. Для дачников жители Могутовской предлагают обустроить объездной путь со стороны дороги Щелково-Врянова-Аксенова-Беседы-Ботова. Дорога эта там существует, она грунтовая. Там проехать по ней можно. И мы просим проектировать ее и построить ее, как подъезд к СНТ Козина. Выслушав все мнения, администрация предложила вместо одной дороги спроектировать две. По итогу встречи мы пришли к согласию о том, что в этом году мы будем проводить работы по отсыпке с щебнем от улицы Могутовская до деревни Козино. И параллельно в этом году, благодаря программе губернатора подъездных дорог к СНТ, мы запланировали проектирование двух подъездных дорог. То есть у нас будет проектирование запланированный этот год от улицы Могутовской до деревни Козино. И параллельно будем вести проектирование от деревни Аксенова и также до СНТ Козино. Реконструкция объездной дороги положит конец давнему противостоянию коренных жителей и дачников, ведь у тех и у других появится обустроенный подъезд к домам. Михаил Налютов, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение. Продолжение следует...